Как она могла оставить мужа? Какого мужа? Опозорить родителей? Бросить троих детей? Отказаться, наконец, от безбедной жизни? И все для чего? Для того, чтобы жить в захолустье? Разводить кур? Перебиваться копейки на копейку? Но, позвольте, не сумасшедшая ли она? Так или примерно так рассуждали самарцы о поступке дочери потомственного дворянина Леонтия Тургенева, которая впрямь бросила детей, оставила свет и ушла к любовнику. Какая душевная болезнь превратила графиню Толстую в гражданскую жену Алексея Бастрома? Что такое козий хутор или как Юра знакомился с жизнью животных? О чем рассказала матушка Алексею Толстому через 15 лет после смерти? Я Михаил Перепелкин. Твою борьбу, подвижница, пою. Моя жена Александра Толстая, мать троих детей, беременная, страдая припадком душевной болезни, скрылась из дома и живет у любовника, который держит ее в заперти. Прошу оказать помощь в ее розыске и возвращении домой. Так изложил обстоятельства случившегося граф Николай Толстой в письме на имя министра внутренних дел. Почти все, что он сообщил, правда, за исключением небольших, но весьма существенных деталей. Александру Толстую никто не держал в заперти, и она не страдала душевной болезнью в том смысле, как ее понимает медицинская наука. Причиной же неординарного поступка было бившееся в ее груди неугомонное сердце. Так, кстати, она и назвала свою первую книжку, которая вышла в том же году, когда графиня Толстая превратилась в гражданскую жену некоего Бастрома. Брак с Бастромом никогда не мог стать официальным, так как Толстая, как тогда говорили, совершила прелюбодеяние и была оставлена за это во всегдашнем безбрачии. Но, впрочем, она не придавала этому большого значения и подписывала фамилии гражданского мужа свои литературные опыты. Вот это бюро красного дерева было подарено Сашеньке, как называли ее родители, ее отцом. В ящиках хранились деловые бумаги и черновики незавершенных произведений. Ведь Александра Леонтьевна не переставала писать, и живя в деревне, и позже здесь, в Самаре, где ей была написана пьеса «Козий хутор», книжка для детей, как Юра знакомится с жизнью животных и много чего еще. Прошло сто с лишним лет, но здесь все помнит прикосновение ее рук. Вот этот ажурный зонт от солнца, сиреневая шаль, фонарик, швейная машинка «Зингер», на которой Александра Леонтьевна перешивала вещи для сына. Оставив мужа, Александра Леонтьевна ушла от него беременной и родила ребенка уже в доме Бастрома. Этим ребенком стал будущий писатель Алексей Толстой. Он тоже вырос на книжках матери, и пока был маленький, играл в ее нитки-шпульки. Александра Леонтьевна не стала, когда ее сыну было только 23 года. Он еще учился в институте и не брался за перо. А через 15 лет сын написал повесть, о которой мечтала его матушка. Речь идет об известной повести детства Никиты. В начале 20-х годов, за тысячи километров отсюда, в Париже, Алексей Толстой написал книжку, о которой когда-то мечтала его матушка. Есть вещи, которые не теряют значения. С вами был Михаил Перебелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова